Парад 9 мая Переговоры с американским госсекретарем сопровождают 6 свежих Су-57, а Объединенную авиастроительную корпорацию после крушения Суперджета поддержат новыми заказами и новым руководителем. Нет, не совсем новым. Здравствуйте, товарищи! Какая разница? Все в надежных руках, даже если эти руки друг друга моют. Однако вот ложка дегтя от американского разведывательного агентства Стратфор. С его докладом российская оборонка срывается в штопор. Российский оборонно-промышленный комплекс борется за выживание. Причина – снижение заказов, проблемы с привлечением квалифицированных кадров и технологические ограничения. По последним данным, аэрокосмическая отрасль России демонстрирует стремительное снижение. Так, в 2018 году ей было произведено продукции на 13,5% меньше, чем в 2017. В первые два месяца 2019 года производство упало на 46%. По данным Стокгольмского института мира, впервые с 2006 года Россия не вошла в пятерку стран с самыми большими военными расходами. Причины рассуждает Стратфор, связанные со снижением госзаказа, а это вызвано санкциями, ценами на нефть и общим спадом в экономике. Кроме того, оружейный экспорт уже не приносит прежних прибыли. От совместного производства Су-57 отказалась Индия, она же не стала покупать комплексы «Панцирь». Сайт «Индия.Инфо» сообщил, что недавно российских оружейников одолели и южнокорейцы. Индия окончательно отказалась от покупки российского ЗРПК «Панцирь-С», предпочтя ему южнокорейские К-30 «Бихо». Примечательно, что Россия предлагала Индии весьма выгодные условия покупки 104 зенитных комплексов. Однако по неизвестным причинам индийские военные выбрали южнокорейские комплексы, стоимость которых в 2-2,5 раза выше. Ну почему же по неизвестным причинам? Вот эти причины только что прилетали в Сочи на переговоры. Индию, так же как и Турцию, убедительно отговаривают от приобретения С-400. Впрочем, общей картины экспорт все равно не меняет. Все это сильно противоречит регулярным российским презентациям новых военных платформ. В реальности только несколько дорогостоящих оружейных систем, таких как танк Т-14 или истребитель Су-57 находят покупателей. Остальные по-прежнему лишь прототипы. Россия сделала ставку на некоторые типы оружия, такие как межконтинентальная ракета «Сармат». Но довести до конца остальные программы не смогла, ограничившись опытными образцами. Без серийного производства все чудо-разработки значат очень мало. Но серийное производство возможно там, где есть сбыт. Если внешний рынок закрывается, взгляды обращаются на внутренний. Вновь как в 90-е зазвучали мантры о конверсии, переходе на выпуск гражданской продукции. Увы, помогает так же плохо. К несчастью для России шансы развить домашнее потребление невелики. Хотя Москва и старается проводить программу импортозамещения, российские компании продолжают закупать компоненты за рубежом. В 2018 году 38% промпредприятий отдавали предпочтение импорту. За два года до этого их было лишь 6%. Возможно, злобный американский стратфор клевещет на нас, сгущает краски. Но вот военно-промышленный курьер пишет о полном несоответствии правительственных планов и реальной обстановке в оборонке. Так, министры требуют, чтобы в радиоэлектронике уже через 5 лет использовались в основном отечественные чипы, матрицы, процессоры, монтажные оборудования. Всего 538 позиций. Но сейчас доля отечественных компонентов лишь 15%. Зарубежную электронику закупают 70% оборонных предприятий. «Придется заклеивать импортные ярлыки российскими и белорусскими», пытаются шутить производственники. Сокращение гособоронзаказа и новая лихорадка конверсии оборачиваются для отрасли массовыми банкротствами и увольнениями. В марте-апреле эта тенденция распространилась на мотовилихинские заводы, специализирующиеся на выпуске полевой самоходной артиллерии, минометов, ракетных систем, залпового огня. Расширяется программа увольнений на Пермском пороховом заводе. Начата процедура банкротства ПАО «Тантал» свыше 20 предприятий, находится в Саратовской области. Приостановлена работа Киреевского завода легких металлоконструкций. На грани банкротства к концу апреля один из крупнейших подрядчиков судостроителей АО «Новая эра». Мы, работники Сосновского судостроительного завода и жители города Сосновка, обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой оказать содействие в сохранении единственного градообразующего предприятия с почти вековой историей – Сосновского судостроительного завода, который на данный момент находится в стадии банкротства. С 2017 года предприятие задолжало работникам по зарплате десятки миллионов рублей, в связи с чем его имущество арестовано. Несмотря на это, по нашему мнению, и на основании сведений очевидцев, идет намеренный разгром имущества завода группы и лиц по предварительному сговору. В общем, в такой обстановке уже едва ли следует удивляться и авиапроисшествиям, и бегству капитанов целых отраслей за границу. В научно-исследовательском институте космического приборостроения, разрабатывающем и производящем радиоаппаратуру и электронику, произошел беспрецедентный скандал. Как стало известно коммерсанту, его гендиректор Юрий Яскин под предлогом командировки поехал в апреле в одну из стран Европы, откуда прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию, а после был замечен в Греции. Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита Роскосмоса. Теперь проверка будет проведена и в отношении господина Яскина, но уже не сотрудниками госкорпорации, а центральным аппаратом ФСБ. На фоне ситуации в остальных областях, связанных с производством, баронка долгое время оставалась светлым пятном, надеждой, запасным двигателем нашей экономики. И вот этот двигатель начинает кашлять. Может быть, не хватает хорошей молитвы или нового храма? Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан был указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Главный храм Вооруженных сил России, возводимый на пожертвования, будет открыт к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в 2020 году в парке «Патриот» в Кубинке. Какое-то маниакальное желание во всем подражать дореволюционной России. Та же зависимость от иностранцев, та же коррупция, тот же квасной черносотенный патриотизм с колокольным звоном по любому поводу. Неужели ждать такого же снарядного голода? Впрочем, не все так однозначно. Есть и успехи. Например, Росгвардия щегольнула на параде новыми автомобилями для разгона демонстрантов. Враг ведь не только снаружи, правда? Для российских силовиков разработан дрон-парализатор. «Снабженный электрошокером и ослепляющим лазером», рассказал советник гендиректора научно-производственного объединения специальных материалов Юрий Кленов. Беспилотник весом немногим более килограмма сможет нести дистанционный электрошокер, а также светодиодное или лазерное ослепляющее устройство, которое вызывает у человека временную потерю зрения без вредных последствий для здоровья. Год назад в аналогичных целях Росгвардия закупила «Газели» с лазерными излучателями. Хорошее подспорье к излучателям телевизионным. Но это чтобы никто не сомневался в ослепительных успехах нашего мирного и оборонного строительства. «Как же ты смеешь власть уничижать?» «Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении». Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.